Магнитные полюса За последние 100 лет Северный магнитный полюс сместился на 900 километров, сейчас он в районе Канады, а через 50 лет он перенестится в Сибирь. Это приведет к постоянным магнитным булям над Восточной Сибирью и постепенно превратит ее из заснеженной равнины в выжженную пустыню, на которой от радиации погибнет все живое. То же самое происходит и с Южным магнитным полюсом. В пику американцев, которые открыли станцию в Антарктии на географическом полюсе, Советский Союз открыл станцию Восток на Южном геомагнитном полюсе. Так вот сейчас геомагнитный полюс далеко ушел уже от этой станции и куда-то уже начинает сползать в Индийский океан. Движение магнитных полей с каждым годом ускоряется. И если большую часть последнего столетия магнитосфера сдвигалась на 10 километров в год, то с конца 1970 года эта скорость выросла в 4 раза. Если не замедлить скорость движения полюсов, то магнитное поле на Земле скоро исчезнет. А это значит, что опасная для жизни радиация непременно попадет в атмосферу. Вот если в момент инверсии магнитное поле Земли вообще пройдет через ноль, его не будет, то, соответственно, Земля окажется совершенно беззащитной перед потоком от солнечной плазмы, от космических лучей. И это приведет к тому, что у нас там ледники растают, а все живое погибнет под потоком, уничтожающей радиацию. На этой графической модели мы видим желтые и синие линии. Они принадлежат южному и северному магнитному полюсу. Когда магнитные и географические полюса совпадают, мы наблюдаем правильную геометрию. А вот то, что мы видим сегодня. При движении магнитных полей навстречу друг другу, линии начинают запутываться. Это значит, что два магнитных полюса сольются в единое целое. И его сила ослабнет до нуля. Пока такой предполагаемый сценарий этой инверсии, если, допустим, эта инверсия произойдет, то поле уже утратит свой дипольный характер и как раз будет состоять в основном из таких вот крупных аномалий. То есть поле будет такой пятнистый. Ученые уверены, магнитное поле слабеет с каждой секунды. И это уже доставляет неприятности человеку. Вот, например, Атлантический океан рядом с берегами Бразилии. Здесь уже не работает компас и отказывают навигационные приборы. Над этой зоной запрещены все космические полеты. По иронии судьбы, первой жертвой опасной зоны стал датский спутник, предназначенный для измерения магнитного поля Земли. Ученые уже назвали этот регион Южно-Атлантической аномалией. Сегодня она занимает 8 миллионов квадратных километров. И все время увеличивается. Уже сегодня авиакомпании прокладывают свои маршруты подальше от аномальной зоны. А совсем скоро в этом регионе и вовсе запретят находиться всему живому. Ответить на вопрос, как работает магнитное поле Земли и почему оно сломалось, ученые, к сожалению, пока не могут. Если в ближайшие несколько десятков лет они не придумают, как его починить, человечество может погибнуть.